Всем привет! Ранее мы рассмотрели стрелковое оружие Германии и Польши. А в этом видео представлен обзор на стрелковое оружие армии Румынии. Численность вооруженных сил Румынии составляет 63 тысячи человек. Последними конфликтами, в которых принимал участие румынский контингент, являлись войны в Ираке и Афганистане. А какое стрелковое оружие они используют, мы рассмотрим в этом видео. Начнем с пистолетов. Основным пистолетом румынской армии является модель 1995. Созданный в 1995 году на Куджирском механическом заводе взамен пистолетов Карпаты модель 1974 и ТТ, он имеет принцип работы свободный затвор, калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум, емкость магазина 15 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. В 2000 году создан пистолет модель 2000. Фактически он представляет собой копию израильского пистолета Иерихон 941, калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум, принцип работы отдачи ствола при коротком ходе, 8 двойного действия, емкость магазина 15 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Румынским спецназом применяются австрийские пистолеты ГЛОК-17. Созданный в 1982 году, он имеет калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум, принцип работы отдачи ствола при коротком ходе, емкость магазина 18 до 33 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Далее рассмотрим пистолеты-пулеметы. Пистолетом-пулеметом румынского производства является Ратмиль. Созданный в 1996 году, он имеет принцип работы свободный затвор, калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум, режим стрельбы одиночный автоматический с отсечкой по 3 патрона, прикласс складной, емкость магазина 30 патронов, темп стрельбы 650 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 200 метров. Специальными подразделениями Румынии применяется немецкий пистолет-пулемет Хаклерокох МП-5. Применяются и другие пистолеты-пулеметы, немецкий Хаклерокох ЮМП, израильский УЗИ, румынский Дракула модель 98. Далее рассмотрим основное стрелковое оружие, автоматы и штурмовые винтовки. Основным автоматом румынской армии является ПЕИ модель 86. К середине 80-х годов XX века Румыния, как и остальные страны Варшавского договора, перешла на новый калибр 5,45х39 взамен 7,62х39. При этом новый автомат под этот калибр разрабатывался румынской оружейной промышленностью самостоятельно и не представлял собой клон советского АК-74. Отличительной особенностью автомата является передняя деревянная вертикальная рукоятка. ПЕИ, липушка автомата, была собрана из многих элементов, ДТК советского АК-74, складывающийся вправо приклад от немецкого МПА-я КС-74Н, спусковой механизм с отсечкой по три патрона от польского КБК ВЗ-88 Тантал. Принцип работы отвод пороховых газов, поворотный затвор. Емкость магазина 30 патронов, прицельная дальность стрельбы 1000 метров. Версия автомата с укороченным стволом имела название PM-модель 94. Также применяется румынский автомат PM-модель 63, его модификации с 65 и 90 годов 20 века. В Румынии клоны автомата Калашникова производились лицензионно с 1963 года. Модель 63 представляет собой клон АКМ с передней рукояткой. Модели 65 и 90 отличались прикладом, формой передней рукоятки, а также цовьем. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39, принцип работы отвод пороховых газов, поворотный затвор. Емкость магазина 30 патронов, скорострельный 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 1000 метров. PM-63 экспортируется в различные страны мира, в том числе и в США под названием САР или АИМС. При этом на сегодняшний день вооруженные силы Румынии планируют отказаться от автоматов Калашникова в пользу итальянской Беретто РК-160. Силами специальных операций используются и другие штурмовые винтовки, немецкая Хаклерако Г-36, австрийский Штайраух, швейцарский ЗИГ-551 и американский Карабин М4. Далее рассмотрим снайперские винтовки. Основной марксманской винтовкой румынской армии является снайперская винтовка PSL либо ФПК. Созданная в 1974 году, эта снайперская винтовка имеет аббревиатуру PSL, пушка с самиавтомата Кулюнета, либо полуавтоматическая винтовка с оптическим прицелом. Несмотря на очевидное внешнее сходство с СВД, конструкция ствольной коробки винтовки позаимствована от ручного пулемета Калашникова РПК. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Винтовка использует газоотводную автоматику по типу АК с длинным ходом газового поршня и поворотным затвором с двумя боевыми упорами. Слева на ствольной коробке выполнена направляющая для установки кронштейна оптического прицела. Емкость магазина 10 патронов, прицельная дальность стрельбы 800 метров. В 2008 году в США и Румынии были закуплены 215 единиц снайперских винтовок Armalite R10 SuperSAS. Оригинальная винтовка R10 была создана Юджином Стоунером в 1954 году, а в 2006 году была представлена её современная модификация R10 SuperSAS. Представляет собой варианты R10 под патрон 7,62х51 мм с резьбой для установки глушителя, газовым регулятором, сошками, цовьём Armalite Floating Rail System и изменённым прикладом. Принцип работы отвод пороховых газов, поворотный затвор, ёмкость магазина 20 патронов, прицельная дальность стрельбы 800 метров. Румынским спецназом применяются и другие снайперские винтовки, швейцарская Brugger Tomy Tepier, американская М110, британская Accuracy International AWP. Основной крупнокалиберной винтовкой, состоящей на вооружении, является американская BRT-82. Разработанная в 1980 году, она имеет принцип работы короткий ход ствола. Калибр 12,7 мм, патрон 12,7х99, магазин ёмкостью 10 патронов, масса винтовки 14 кг, прицельная дальность стрельбы полтора километра. Далее перейдём к пулемётам. Основным лёгким пулемётом румынской армии является PM модель 64. Созданный в 1964 году, он представляет собой румынскую версию советского ручного пулемёта Калашникова. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39, скорострельный 600 выстрелов в минуту, ёмкость коробчатого магазина 40 патронов, бубна 75 патронов, прицельная дальность стрельбы 1000 метров. Румынским вариантом РПК-74 под патрон 5,45х39 является PM модель 93. В качестве единого пулемёта применяется метрольера МД-66М. Разработанный в 1966 году, он является лицензионной копией советского пулемёта Калашникова. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54, принцип работы отвода пороховых газов, поворотный затвор, скорострельный 650 выстрелов в минуту, масса пулемёта 7,5 кг, вид боепитания ленты на 100, 200 и 250 патронов, прицельная дальность стрельбы 1,5 км. В 2008 году Румынии были приобретены 215 южноафриканских единых пулемётов Vector SS-77. Созданный в 1986 году, он имеет название SS-77, где SS первые буквы фамилии создателей оружия Смит и Сареги, а 1977 год – начало разработки. Принцип работы отвода пороховых газов, перекос затвора, калибр 7,62 мм, патрон 7,62х51. Огонь ведётся только очередями, боепитание осуществляется из ленты ёмкостью 100 или 200 патронов, прицельная дальность стрельбы 1,000 метра. Спецназом применяются лёгкие американские пулемёты М249, он же бельгийский FN Minimi под патрон 5,56х45 НАТО, а на лёгкую колёсную технику устанавливаются американские пулемёты М240, он же бельгийский FN Mach. Основным крупнокалиберным пулемётом румынской армии является ДШКМ. Разработанный в 1946 году, он имеет принцип работы отвода пороховых газов, запирания раздвижными боевыми упорами. Калибр 12,7 мм, патрон 12,7х108. Вид боепитания патрона лента на 50 патронов. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность 3500 метра. На хамви и бронетехнику устанавливаются американские крупнокалиберные пулемёты Браунинг М2HB. Созданный в 1933 году, он имеет калибр 12,7 мм, патрон 12,7х99 мм НАТО. Принцип работы отдачи в стволах с коротким ходом, рычажное запирание. Вид боепитания, рассыпная патронная лента от 50 до 300 патронов. Скорострельный 635 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 1830 метров. Далее рассмотрим гранатомёты. Румынской армии вместе с автоматом ПЕИ модель 86 применяется под ствольный гранатомёт АГ-40. Созданный компанией Рума Армеса, он был разработан для замены советской ГП-25. Калибр 40 мм, граната 40х47 мм. Принцип работы однозарядный, эффективная дальность стрельбы 400 метров. Основным ручным противотанковым гранатомётом является копия советского РПГ-7 АГ-7. Калибр 40 мм, бронепробиваемость 750 мм. Прицельная дальность стрельбы 700 метров. Также применяется американский М-72 Лоу. Созданный в 1962 году, он имеет калибр 66 мм, масса 2,3 кг, бронепробиваемость 350 мм, прицельная дальность 200 метров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если есть возможность, поддержите канал спонсорством, а также делитесь роликами в соцсетях и рекомендуйте канал друзьям. Всем пока!